со своими братьями и сёстрами. Сегодня они исполняют воинский долг. Мы исполняем воинский долг. Будьте добры. Исполните вы свой долг. Не мешать. Во-первых. Во-вторых. Мы все люди. Создать условия. А какие условия? Даже в том, чтобы законы работали. Хотя бы духовно поддержать. Чтобы законы работали, это уже условия. События в Фергане, они были неприятными, но наши ребята доказали. Все грудью стали афганцы в цепочку. Я факт приведу. Это факт вообще известный. Милицию и никого больше не признавала толпа, которая шла с яростью. Но когда афганцы выстроились с наградами своими и сказали, мы видели войну, мы не хотим эту войну больше видеть. Народ остановился. События Фергане известны. И также здесь мы с пацанами дежурили в Иштахане, в Катакургане, когда призвали нас, наше руководство, остановить вот эту вот бойню с турками. Мы остановили, мы стояли грудью. И если завтра что-нибудь, мы за Родину жизни отдадим. Но мы хотим, чтобы Родина тоже сохраняла нашу жизнь и помогала. Вот мое пожелание. Список воинов-интернационалистов, состоящих на учете в Чернонзарском отделении города Пачкента. Это был 81-82 год. И я не видел того, кто видели ребят. Бог, видимо, меня обдедил. И я никого не убивал. Видел ребят, увидел глаза, которые приезжали к нам. А у нас центр был. С Союза привозили Камазами. Это горючее. Мед, обстрелянные все эти машины человек потеряли. Тяжело это было. Мы их называли смертниками. Кто к нам приезжал. Так что этот Афган Я могу сказать Кто даже Как я, например, оружие не держал Повлиял На психику. Так как же у человека? А кто уже прошел Рейды Боевые операции Которые Как вот я знаю Югнус, например, тот же Он на поле боя Оперировал Ампутировал ноги Солдат Сам он тоже Инвалидом оказался После этой войны И вот здесь сейчас Живет Никто о нем И Не вспоминает Он никому не нужен Таких тысяч Буквально Смыслом слова Но я По натуре Сам-то Оптимист И верю Что Все-таки Время придет И на нас Обратят внимание Когда это Время придет Это Видимо От нас Зависит А не От тех Кто там Наверху Сидит Потому что Им этого Не надо Потому что Их Сыновья Я Больше Уверен Туда не ходили А если Даже И ходили То это Считаны Единицы У которых Нету Силы Чтобы Поднять Этот вопрос Так как Сверху Сидят Синее И Разными Причинами Экономическими Кризисами Ответами Нас И Да Что Еще Пока Рано Видимо Но Мы Живем Меня Возмущает То Что Обычно Когда Кто-то Помирает Вот О нем Начинают Говорить Но Сейчас Живых Очень много Искалеченных Среди Афганцев И Им Сейчас Нужна Помощь Конкретная Помощь Каким Образом Помогает Наша Власть В кавычках Нашим Воинам Афганцев Которым Конкретно Нужна Помощь В Лечении В Найти Себя В Этой Мир Обеспечив Свою Семью Да и вообще Просто жить Конц От конца Закон Закон О ветеранах Проект Закона О ветеранах Уже Который год Лежит В В Правительстве Разных Структур И Кабинеты Министров И Социального Обеспечения И Министерства Финансов В Других Структурах Видимо Я Не знаю Что их Держит Их Наверное Держит Та ответственность Которую Они Могут Взять На себя Значит До сих пор Госструктура Не оказывает Помощи Воинам Интернационалистам Об этом Вообще Не И И И И И И И И Смысл Для них Разговора К примеру Чтобы взять кредит Например Ты должен взять Куда 10% На лам Взятку Дал Тебе и кредит Дадут И Я уверен Все Об этом Знают Вот Но Об этом Никто Не должен Говорить А вот Я дурак Говорю Потому Что Я дурак И В общем Может быть Спросу Как говорится Меньше С дурака К сожалению Пока Неофициально Но Я надеюсь После этого Фильма Официально Сделалось Я Это Не боюсь Я Это Давно Знаю Еще В 93 Году Когда Пришел Была У меня Возможность Проходил В кабинет Министров Я Не буду Говорить О каком Вопрос Честно Говоря Уже Даже Забыл Но Факт У меня В голове Остался У меня Письмо И с этим Письмом Там В кабинете Министров Из одного Кабинета В другой Кабинет Говорили Это Не здесь Это В другом Кабинете Решается Ваш Вопрос Туда Заходишь Там То же Самое Слышишь То есть Дальше Иди туда Дальше Кабинет Так вот Я Наверное Где-то Не буду Врать Но Однозначно Около Десяти Кабинетов Прошел Вот таким Лестничным Путем Как говорится В итоге Мне уже Надоело Это Я сел В конечный Пункт Видимо Хотя Мне там Тоже стали Уже говорить В другой кабинет Потому что Вот рядом Кабинет Я Не стал В этот Рядом Идти Сел И сказал Их там Трое Человек Было На четвертом Тоже Как Сейчас Помню Именно Итажность Тоже Мне Запомнилась Так Так Вот Я Ваше Здание Заминировал Говорю Они Такие Опешные Значит Для них Это Так Было Услышать Уши Резало Им Один Берет Тут же Телефон Звонит Милицию А Другой Молодой Человек Вы Представляете Где Это Говорите Я говорю Вы знаете Я не представляю Я здесь У вас Сижу И довожу До вашего Сведения Что Мы Ваше Здание Заминировали Надеюсь 15 минут Хватит Чтобы Вывести Всех Людей Я не хочу Человеческих Жертв Уберем Это Здание И на На этом месте Вместе С вами Построим Футбольное Поле И будем Играть Субтитры Субтитры